Здравствуйте! Тема следующего занятия – дисциплина технологии программирования, разветвляющиеся алгоритмы. Перейдем к плану занятий, пожалуйста. Первый – это у нас условный оператор, логические условия, рассмотрим таблицы истинности, видера оператора IF, ну, конечно же, оператор выбора SWITCH. Условный оператор. Давайте разберем назначение. Ну, если можно сказать по определению, выбор одного из двух возможных путей исполнения алгоритма в зависимости от условий, сложившихся при его выполнении. Ну, бывают случаи, когда в зависимости от некоторых конкретных условий нам надо выполнить определенные действия. При выполнении условия делать действие одно, а при выполнении невыполнение следовать другому. Как раз в этих случаях у нас используется оператор IF. Синтексис у нас записывается следующим образом, как у нас указано на слайде. IF – логическое выражение, затем идет оператор. Хочу заметить следующее. Отметим, что если выполнение оператора, то есть при выполнении условия нам надо выполнить два и более действия, то обязательно надо включить составного оператора. К этому и сейчас мы придем. Теперь форма записи условного оператора. Самый стандартный случай. Первое. IF – условие. Если условие выполняется, то мы выполняем оператор первым. Если условие не выполняется, заместить, там условие не ставится, не выполнение. Автоматически подождемевается, что это не выполнение условия. То выполняем оператор два. В качестве конкретного примера у вас стоит нахождение максимума из двух чисел. IF – если x больше y, то получается, что максимум у нас x. Иначе, то есть автоматически у нас подождемевается, что x у нас меньше равен y. То в этом случае максимум равен y. Это первый стандартный случай использования условного оператора. Есть второй случай. Это более широкий. Вот здесь указано. Я выше говорил, что если при выполнении условия нам надо выполнить несколько действий, то есть два и более, то обязательно должны включаться составной оператор. Составной оператор – это у нас вот в эти кавычки берется. Открывающий, закрывающий. Точно так же при выполнении условия ELSA, если мы должны выполнять несколько действий, то есть два и более, то обязательно должны включить составной оператор. Справа у нас здесь указана блок-схема стандартная условного оператора. Насчет этого условия мы чуть позже пройдем пример стандартный классический, который вы знаете со школьного курса. Решение квадратного уравнения нахождения корней. В языке C++, кроме стандартных скалярных типов переменных, у нас есть переменные типа BULL. Указано здесь C++, это тип BULL. Его значение имеет истина или ложь, соответственно, true или фалш. Перейдем к следующему слайду. Операция сравнения. На языке C, C++ и C подобных языках у нас операция сравнения равно, представляется как в виде двух равенств. Знак восклицательный здесь у нас, как рассматривается, не равно, отрицание. Но это стандартная операция меньше, меньше либо равно, больше, либо больше равно. Пожалуйста, к следующему слайду. Вот стандартное условие применения примера IFX больше нуля, условие Y равно единице, иначе Y равно минус единице. Это в качестве примера используем. Теперь, используемые логические операции в языке программирования C, C++. Эти же операции, в принципе, используются на C подобных языках. C++, C Sharp и на Java тоже. Здесь восклицательный знак, это из курса, отрицание, не знак или это дизъюнкция. И знак конъюнкции Y обозначается в виде двух знаков амперсанта. Пожалуйста, к следующему слайду. Допустим, для чего нам нужны логические операции? Стандартно мы знаем, что из языка, ну, из математики, из школьного курса математики, когда надо будет рассматривать интервал или промежуток, или несколько интервалов, чтобы определить, точка либо находится в одном из интервалов, нам надо будет операции сравнения. В данном случае легче будет использовать логические операции. То, что пишется в математике, что X у нас находится между промежутком от нуля до единицы, в языке C++ так писать нельзя. Надо будет его отделить на два условия и, конечно же, использовать вот эти условные логические операции. То, что мы в математике пишем, что X находится в интервале 0,1, на языке C++ у нас пишется так. Если X больше равна нуля, вот эта операция конъюнкции, означает I, X меньше. Это равносильно то, что X принадлежит интервалу от нуля до единицы. Далее. Будет полезным запомнить таблицы истинности. Иными словами, можно сказать, так называемые законы Деморгана. Вот здесь таблицы представлены для различных операций. Операция конъюнкции I, здесь имеется в виду true, это false, то есть знак операции. Конкретно что у нас будет. Точно так же для операции дезинкции имеется в виду или и отрицание не. Это у нас стандартный закон Деморгана, который вы должны были пройти в школьном курсе или прошли в школьном курсе математики, логики. Следующий слайд. Виды оператора IF. Давайте остановимся на этом. Возможно различные варианты использования оператора. Первый случай, когда мы проверяем условия, вот первый IF, в данном случае X, либо X, равно 0, то выполняем некоторую группу операторов. Заметьте, здесь отсутствует альтернатива else. Она может так и использоваться. Второй случай, это классический IF, X больше 0, то выполняем один оператор, иначе оператор 2. Третий, это, так скажем, более обобщенный, когда у нас используется составной оператор. Заметьте, если X равно 0, то выполняем группу операторов. Здесь используется составный оператор. Составный оператор, вот они у нас. То есть они будут использоваться тогда, когда у нас количество выполненных операторов, вот здесь 2, да, и более. Точно так же при альтернативе, когда мы уходим на else, то есть это условие не выполняется. То есть автоматически X либо меньше нуля, либо X больше нуля, то автоматически выполним эту группу операторов. Следующее. Это у нас вложены операторы IF. Она используется, так скажем, для определения нахождения, ну, используется в частности в математике для определения точек, какому интервалу она принадлежит. В данном случае разберем вот этот конкретный пример разобранный. Если X меньше нуля, то есть мы выбираем здесь всю отрицательную область, то некоторые переменные мы присваиваем значению минус 1. А стола у нас правая часть, когда положительная и значение нулю. То есть мы его отсекаем. ELSE, IF, то есть X равно 0. Переменные мы присваиваем значение 0. Иначе Z равняется 1. То есть мы отсекли целую область X на 3. То есть отрицательный положительный и для нуля. Это вложено оператор IF. Следующее. Вот классический пример применения оператора IF. Со школьного курса математики вы знаете решение квадратного уравнения, нахождение корней. Что нам для этого необходимо? Это, в принципе, блок-схема. В данном случае у нас коэффициенты ABC уравнения. Вводим с экрана, вычисляем дискриминант. Далее проверяем условие, что если дискриминант у нас больше равно нуля, то обязательно имеет два корня. Они определяются по следующим формулам. Иначе, когда дискриминант у меня меньше нуля, строго меньше нуля, то по определению вы знаете, что она не имеет корней. Ну, в данном случае не пересекает ось OX. Здесь разберем пример. В следующем слайде у нас показан пример. Я как раз синим выделил. В верхней части у нас как раз описание переменных. Ввод здесь самих переменных. Далее вычисление дискриминанта. Вот как раз синим я выделил пример использования условного оператора. Здесь говорится, если дискриминант меньше нуля, мы сказали, что он не имеет корней. Если дискриминант у нас равно нулю, то у нас получают два одинаковых корня. Вот она распечатывает. Иначе, то есть автоматически в этом случае условие не ставится, здесь подразумевается, что дискриминант у нас строго больше нуля. В этом случае по определению у нас имеется два корня, отличных от нуля. Вот они определяются. Здесь как раз исход программы. Результат показан. При вводе значения ABC конкретно у нас получается, что корни минус 2 и минус 3. Следующий слайд, пожалуйста. Пример. Найти наибольшее значение из трех чисел. Получается первое сравнение if. Далее, если x больше y, x больше z, то максимум автоматически z. Иначе максимум получается здесь x, здесь z. И обратно. Это конкретная конструкция использования оператора условного if для определения максимального значения из трех чисел. Следующий. Теперь, то, что мы выше сказали, условный оператор if, у нас принятие решения разбивается на два этапа. То есть, если выполняется, то делаем одно, а если нет, то выполняем другое. Но на практике встречаются примеры, когда надо будет в зависимости от условия, от нескольких условий, надо сделать несколько действий. То в этом случае выбирается оператор switch. Часто его называют переключателем. Она предназначена для выбора ветви вычислительных процессов, исходя из значения управляющего выражения. Конкретно синтекси записи оператора switch представлены в следующем слайде. Здесь switch, выражение. Далее кейс, постоянное. В данном случае вот это выражение, которое стоит, сравнивается с этим постоянным. Если постоянно один у нас равно выражение, то выполняется соответствующая последовательность операторов. И оператор break, автоматически она выходит из switch, и мы идем дальше. А на конкретном примере switch можно посмотреть следующий слайд. Ну, правила оценивания, так скажем. Со школьного курса мы знаем, что у нас 2 это у нас плохо неудовлетворительно, 3 это удовлетворительно, 4 это хорошо, 5. Наглядное использование оператора switch здесь можно сказать. Допустим, switch N, то есть мы ввели с экрана целое число N. Она проверяет, если N равно DOOM, то соответственно у нас будет выполняться вот эта группа операторов. Break автоматически она вылетает из составного оператора. В зависимости от того, если, допустим, вы когда вводите значение N с экрана, если она не соответствует ни 2, ни 3, ни 4, ни 5, то есть любое другое значение 0, или 1, минус 5, или больше 5, то в данном случае она будет выведет альтернативную, то есть недопустимая оценка в данном случае. Это я рассмотрел в качестве примера, но мне бы хотелось здесь еще остановиться на следующем, предыдущий слайд. Вот этот оператор switch можно использовать и для определения для дня недели. То есть в данном случае получается кейс 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Соответственно у вас будет стоять, если 1, это понедельник распечатать, 2, это вторник, середа, четверг, пятница и воскресенье. То альтернативно у вас будет дефолт, здесь надо будет напечатать, что такого дня в неделе нет. Следующее. Это у нас список литературы, который вы должны, и можете любые другие источники из интерната, видеоуроки. И, конечно же, соответствующий учебно-методический комплекс для этой дисциплины вы можете найти в информационной системе Платонус. Спасибо за внимание.